Приветствую вас! Давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали, и попробуем вам помочь, попробуем как-то решить вашу проблему, чтобы она вас не беспокоила. Значит, смотрите. Ну, во-первых, быстрый способ, именно быстрый способ реализовать, ну вот, скажем так, вашу проблематику, да, именно быстрый способ. Это, конечно, НЛП. Вот. Может быть, даже эриксоновский гипноз вам здесь, в принципе, мог бы помочь. Вот. То есть, это если для быстрого, это если то, что ваша проблема, она не просто так возникла, что у их основания, у вашей проблемы есть, скажем так, причина. И причина эта, она, как это ни странно, раскрывается даже вами в вашем, собственно говоря, ответе, в вашем сообщении. Раскрывается причина. Вот. А эта причина, скорее всего, взаимоотношения между вами и вашими родителями. Скорее всего. То есть, именно их наказание, по вашему мнению, скорее всего, опять же, скорее всего, вы боитесь. Именно их наказание вы, скорее всего, опасаетесь. И именно наказание от кого-то из ваших родителей вы ждете, ожидаете. Ну, вот. Думаете, что, значит, ну, что именно это с вами произойдет? Конечно, необходимо совсем этим достаточно подробно разбираться, потому что, ну, вот, то, что вы написали, этого очень мало для понимания вашей проблематики. Очень мало. То есть, нужно больше, конечно, информации о вас. Вот. Нужно больше знать о вас. Вот. Ну, я думаю, что необходимо разбираться, когда в первый раз вы стали испытывать вот эту вот потребность в том, чтобы, значит, вырывать себе волосы, да, когда вы впервые увидели, что вам это нужно, ну, реально, что вам это реально нужно. Вот. Когда в первый раз пришло вам это осознание, если можно так выразиться, вот. Вот. Чем оно было обусловлено, на что оно опирается, что вы тогда чувствовали, что были за эмоции у вас тогда, и, собственно, 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 чего вы боитесь сейчас. То есть, грубо говоря, за что вы ждете наказания. Вот. Вот. Это, на мой взгляд, важнейший момент, момент. Вот. Соответственно, причина ваших таких вот, можно сказать, симптомов, да, причина, она именно в том, что сказал мой коллега, здесь я полагаю, что он прав, однозначно прав. Вот. Но другое дело, опять же, что вы будете делать с этим знанием. Да, то есть, если вы, если вы просто, просто, вот, узнали что-то, да, и всё, как бы. То есть, что-то вы узнали, и больше ничего делать с этим не будете. То в вашей жизни, конечно, мало что изменится. Но это нужно понимать. Потому что проблема есть, и проблема, к сожалению, сама просто так не уйдет. К сожалению. Эту проблему, ее, 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 надо решать, ее надо разбирать. Вот. Ну, данную проблему, данную проблематику, ее надо решать и разбирать. Ого. А хотите ли вы этого, хотите ли вы разбирать данную проблематику, данную проблему? Хотите ли вы делать что-то с ней? Да, это уже вопрос, скорее, к вам. Да, и я думаю, что только вам нужно на этот вопрос ответить. Ну, анализировать нужно так. Чей голос, значит, говорит во мне в этот момент, вот, когда я хочу сделать что-то по словам. Чей голос вам не говорит? Чего голос хочет? Ну, чтобы что я сделал? Вот. И, значит, соответственно, почему? Зачем не говорит? Чего хочет голос? Вот. Это, пожалуй, самое такое вот важное, если мы с вами говорим, да, именно о направлении работы с вами. Это самое важное. Вот. Потому что тот, кто вам внушил вот эти вот мысли, вот эти вот установки, вот эту позицию, что вы должны там, да, делать что-то с собой обязательно и так далее. Это не ваше. Это не ваше желание, вообще-то говоря. Да. Это не до, не до чего хотите вы. Вот. Вы хотите, скорее всего, просто, чтобы вам было комфортно, вы, скорее всего, захотите, чтобы вам было просто спокойно, да, да, чтобы не было никакого у вас дискомфорта, вот, чтобы не было никаких проблем, но опять же у вас, вот, и чтобы можно было как-то спокойно, можно сказать, да, заниматься поездной деятельностью. Вот. И вы к этому стремитесь, потому что, а, значит, у вас медиклистическая позиция. медиклистическая позиция, она связана именно с тем, что вам хорошо, можно сказать, спокойно, только когда больно. Вот. Вот. Когда вам больно, вам спокойно. Когда вам не больно, когда вы не чувствуете там вот того, что, ну, не чувствуете, что вы наказываете себя, например, не чувствуете, что вы, там, как-то вот, ну, причиняете себе боль. Например, допустим, вот, то у вас сразу возникают сомнения относительно того, насколько вы, там, например, достойны, насколько вы правильно поступаете, и насколько вы, ну, например, не виноваты, насколько вы не виноваты. А чувство вины, оно у вас присутствует, ну, в общем-то, почти всегда. Да? Опять же, поправьте меня здесь, если я ошибаюсь, я бы хотел ошибаться. Вот. Ну, а мне представляется это именно так. Вот. Ну, то есть есть обнования, есть обнования полагать, что это так. И в этой ситуации, в этой ситуации вам нужна хорошая, но, к сожалению, неоднократная тропия. Ну, потому что без нее вряд ли могут быть адекватные шансы что-либо изменить и что-либо исправить. Вот. Не потому что так хотим мы или что-то еще. Нет. А просто потому что нужно время, чтобы вам помочь. Нужно время. Нужны ресурсы. Нужны навыки вам. Понимаете? Ого. Нужно увидеть ваши желания. Чего вы хотите конкретно. Что вы чувствуете, какие мысли. Вот. Ну, и чтобы вы пришли к консенсусу относительно того, чего хочет ваш голос в голове, вот тот, кто, ну, тот, кто вас убивает. Опять же, скорее всего, вы выполняете такой посыл, что вы, ну, например, недостойны, да, то есть у вас такой посыл, что я не имею права иметь хороший волос. Не имею права носить хороший волос. Вот. Идет процесс обесценивания себя. Идет процесс занижения себя. Вот. И с этим надо разбираться. Потому что то, для чего вы это делаете, вполне нормально. То есть вот эту мысль потратишь, там, понятие принять. То, для чего вы это делаете, то, зачем вы это делаете. Это вполне нормально. Это вполне нормально, адекватно и так далее. Почему? Почему так? Потому что за этим стоят вполне логичные, естественные, правильные, нормальные желания. Но. По-другому. 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 Эти желания. Я говорить не могу. Как бы говорить о себе вы. По-другому. По-другому. Эти свои. Потребности. Я реально реализовывать не умею. И. Вот. Из-за этого. И. Выникает. Такая. Вот. Проблематика. И из-за этого возникает такая вот проблема у вас. И понятно, что эта проблема есть, и понятно, что она вас беспокоит. Но вы поймите, просто поймите, что все решаемо. Что все можно решить, все можно поправить, было бы желанно. И желание в первую очередь нужно ваше. Вот. Так что так можно ответить на ваш вопрос. А на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам помог. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.